Это интуитивное понимание, и оно задействует, в том числе, собственное чувство. Поэтому оно повышает понимание по сравнению с пониманием чистологии. Для того, чтобы ее развивать и не повышать ее точность, требуется обратная связь. Например, показалось, что кто-то загрустил. Можно так и спросить. Слушай, мне кажется, что-то ты загрустил. А дети отвечают. Не то, что загрустил, просто есть один вопрос, который все в тайце решит. То есть оказалось, что человек скорее заболеет, чем грустит. И, узнав этого, в интуиции появляется возможность в следующий раз изучить эти состояния. И, наконец, финальный уровень осознащих эмоций, который вы делаете, это интерактивность. То есть способность понять, как у них эмоции и действия этих людей на других. Поменяя это как ориентир, можно выстраивать взаимодействие, так, чтобы один был обоим прошлом. И инфляция. Да, ближе к началу общения с Абби. Наши проблемы и непонимание могли длиться с днями порой недели. Это было замечательно. Часть и мучительницы было того, чтобы сделать что-то лучше, но за счетой было вообще непонятно как. А сейчас решаем проблемы довольно быстро. И, в том числе, понимание такого, сворода общей картины. И, в том числе, понимание, как замок... Товарищи, а можем чуть-чуть поменять, что там тренинг идет, как бы с лифтами не очень комфортно работать, а нам очень удобно слушать. Да, следственно, можно выделить понятие, какой именно порой недостаточно проходящий режим и провалый сервис. Например, несколько раз, например, несколько месяцев назад, у Абби было отличное настроение после прохождения игоря, которое он долго ждал. А я случайно рейд на всякого оборудования, сильный спортивный настроение, а критика и вообще в другой области. Подержи. Подержи. Сейчас. Возникает порыв, можно сказать, что это резкое. И если бы я этому поддался, то у нас была бы драма-драма и ничего хорошего, и надо учитывать. Но, к счастью... Помоги перекидывать. Подержи. Собереживание и защитная реакция позволяло укупоилось. Осталось только груз, с которой вы увидели. Ну, и дальше, зная, что при таких сильных чувствах, не вряд ли, придем по правильным движениям, переждам некоторое время, пока чувствую спокойно. После этого, стало понятно, что вообще делать дальше. И, может быть, я признал свою вину. Во-вторых, разобрался, в чем была проблема и как можно уменьшить вероятность таких ситуаций в будущем. Чтобы мы столкнулись с проблемой, если я с этой схемой, то есть интерактивность. То есть, я не понял, к чему могут привести мои действия. Ну, и в этой ситуации стало понятно, что, когда очень хорошо и эмоционально открытый вирус, то, в принципе, он может восприниматься очень сильно и может очень сильно испортить настроение. Поэтому лучше не подождать до боли в ходящем момента. Также мне стоит быть более чутким и замечать такие моменты, когда другому хорошо. То есть, проходит над эмпатитой. В-третьих, применил уже имеющееся знание об этом активности и придумал, как можно скомпенсировать произошедшее хотя бы частично. Вспомнил, что я сам оказывался в таких ситуациях, когда после ярких впечатлений что-то испортил настроение. И что помогало после устранения проблемы вспомнить что-то хорошее. Да, вспомнить то, хорошее, что изгадал. Я предложил это попробовать. И, вправду, во время рассказа Андрея о том, что впечатлило его приезд, было заметно, что интонация голоса изменилась. Можно было услышать уже более приподнятые, позитивные настройки, а здесь маленькие тени грусти. И остаток вечера пошел хорошо. Это был самый груженный слайд презентации. Дальше все будет проще. Когда я первый раз попал на полицию, это стало необычайным опытом. Я был зажатым и ассоциальным существом, которое боялось даже подойти на регистрацию и заговорить. О, бедный пушистый, который выслушал в моей попытке выжать из себя вопрос о том, где столовая. Вопреки моим сомнениям и страхам, он помог и подсказал. Знакомство с соседями по номеру, расслабленная дружелюбная атмосфера. Ивенты, общение, хоть в моем случае не очень многочисленное, объятия. Что-то внутри близкое и знакомое проснулось. Плюс молодо рисовать, бог. В следующие годы на фуренциях я получал еще больше ярких и необычных впечатлений и менялся. Заметил, что и многие другие меняются после фуренции. Своего рода оттаяют, становятся более отзывчивыми. Почему же мне становилось настолько легче? Почему другие становились легче в общении? И вообще, какая тут вообще связь между пушистостью и Клодом Штайнера? Одним из первых совместных начинаний Штайнера и Вика стало проведение серии контактных групп. В них на практике показалось, как можно анализировать поведение людей. И одной из самых популярных таких групп стал город поглаживания. И в избежание всяких там домыслов мы сразу перейдем к терминологии. Да, поглаживание. Ну да, эмоциональная группа, то есть она основана на транзактном анализе, поэтому у них общая понятия. Ну вот, значит, поглаживание в транзактном анализе это действия, которые признают в чётном существовании. Они бывают негативные, позитивные, разных видов. Вот, если рассмотреть на позитивных примерах, есть поглаживание действия. Выслушать, угнуться кому-то, помочь, сделать подарок, почесать за ушко, вербальное, сказать что-то кому-то, помурчать. Ну, условно вербальное. Обычно понятно, что у города что-то приятное. А форфур не очень? А форфур это уже зависит от кого, да. Да, какой текст вообще ролик? Физическое поглаживание. Это то, что, собственно говоря, нам приходит. Сейчас, секунду, дочитаю. Да, то есть, например, прикосновение, объятие, погладить лапкой. Да. Выглядит он. Да. А что за вопрос? Вот первая и третья категория, на мой взгляд, очень похожи. Подглаживание действия, например. Ну да. Здесь почесать за ушко. Третья категория физически. Вот, допустим, погладить слабой лапкой. Как ограничить, разграничить первую и третью категория. Почему это все разница? Мне кажется, нету самоцели четко расклассифицировать подглаживание. Тут более значимо понять, что это вообще такое. Что это признание чего-то в существовании в широком смысле. Не только там подойти, затискать, но даже если просто выслушиваешь, то уже оно проходит. Ну вот. Вопрос, как дела? Приявляется подобное? Вопрос, как дела? Да, ну, то есть ты взаимодействовал, ты взаимодействовал. Ты явно своим действием человеку признал его существование. Да, является. Да, ну и, соответственно, у людей и не только есть потребность в погладивании. И, то есть, признание всего существования в других. Ну да, ну, эволюционировали в такой социальной среде. И это влияет и на психику, и даже на физическое здоровье. А, вот, несколько пробов. После Второй мировой в домах малютки, это учреждение, в котором заботимся дети в сиротах, заметили, что среди детей выживаемость, выживаемость выше у тех, кто получал дополнительное внимание. То есть, например, там, где работники подходили к детям, брали их на руки, как-то с ними чуть-чуть общались. И это повышало внимания. Да, другое этап. И среднее, которое меня прям впечатлило, когда я его узнал где-то половинство назад, это исследование Гарварда длиной более 80 лет. Выбрали из разных социальных слоев, из разных сред, я сейчас точно не помню, сколько, но много людей, и на протяжении их жизни вели за ними наблюдения. То есть, периодически опрашивали, спрашивали их знакомых. Соответственно, несколько поколений исследователей занимались этим исследованием. И обнаружили, что в среднем качество взаимоотношений влияет на счастье и удовлетворенность жизни в большей степени, чем деньги и известность. Более того, со здоровьем оно тоже сильно корректируется. В традиционной пирамиде Басово социальных изданий это где-то средние этажи, а этот эксперимент показывает, что это уровень физических потребностей. Нет, это не так работает, извините. Это так не работает. Это не пересекающая стерео. Да, пожалуй, я соглашусь. Если хотите, я могу документировать, просто не хочу. Пирамида Басово, она больше для маркетинга, для рекламы и так далее. Она не знает, что вы ее практически на себе никогда не примените. Вы ее примените только, если вам нужно что-то кому-то продать и в тупике и так далее. Какие блины и точки человека дали, чтобы в тупике какую-нибудь вещь. А здесь как раз идет речь о информациональных состояниях, конечно же, в тупике. Как раз о транзакте. Да, ну вот. Есть и другие исследования. Например, проведенные исследования про то, что вовлеченность в социальную активность способна повысить качество жизни. И с возрастом эта зависимость увеличивается. Но, в самом деле, есть еще множество других исследований, которые кто-то не написал. Например, что у пожилых людей деменция, то есть слабоумие, оно отсрочивается, если они ведут такую более активную социальную жизнь. Ну, вот. Значит, возвращаясь к терминологии, у нас есть поглаживание, а когда у нас есть одно поглаживание и третье поглаживание, у нас получается транзакция, то есть обмен поглаживания. То есть, грубо говоря, своими действиями обратили друг на друга внимание. Сейчас мы тоже завершаем транзакцию, кстати. Что уже происходило в городе поглаживание? Все друг на поглаживание. Да. Участники просто позитивно признавали друг друга. При этом мы установили ряд правил для того, чтобы создать определенную безопасность и доверительную к этой среде. То есть, спрашивали разрешение перед действием, выражались искренне, не навязывали непроводимые манипуляции и при необходимости ведущий разруливал какие-то сложности. И у этого обнаружилось неожиданное обычное действие. Обычное действие. Участники говорили о том, что испытывают теплое чувство к окружающим, всеобъемлющее чувство любви. Выходили легкой походкой с сияющими счастливыми лицами. Но почему? Они просто получали поглаживания, которых им не хватало. Но не всем было так просто. Оказалось, что части участников сильно мешают внутренний критик. Он находит всевозможные причины, почему участник не должен делать того, что хочет. И пугает надуванные проблемы. Штейнер выделил в дальнейшем в своих исследованиях напор привычек, которые получаются под влиянием внутреннего критика и проявляются по жизни. Не давать поглаживания, которых хочется дать. Не просить поглаживания, которых так не хватает. Не принимать поглаживания, которых так хочется. Не отвергать поглаживания, которых не хочется. Не давать поглаживания себе. Согласно многолетнему опыту Штейнера, в помощи людям, преодоление этих привычек разблокирует эмоции автоматически. Да, но с исключением людей, у которых хардварно, есть небольшой процент физики. Ну да. Так, а у кого вопрос? Да. Хочу спросить, то есть, давать себе поглаживание, которое ты не хочешь, это тоже усложняется. Давай себе поглаживание, которое не хочешь? Нет, я имею ввиду принимать поглаживание, которое ты не хочешь, это тоже усложняется. Ну да. То есть, кто уже мешает, преодолевает, то это эмоциональная заблокированность. Естественно, можно с этими привычками забороться, и Штейнер для этого выделил целую серию транзакций. Первая, вернее нулевая, поскольку рекомендуется применять перед другими транзакциями, это спросить разрешение. Она помогает, во-первых, избежать части конфликтов, потому что другой человек может быть, например, просто эмоционально вымотанным, пришел после работы, а ты, ой, знаешь, меня так беспокоит, то, о чем мы говорили прошлой ночью, это, да, вообще что-то пошло совсем не так, и хочу с тобой поговорить, давай с тобой поговорим, вернее нет, это как раз-таки большой вопрос, это вот это просто. Все, сейчас мы вот это поговорим, да, человек там измучен, и все. И получается, ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра, я тут все весь день работал, это вообще, да. Да, ну да, то есть вопрос, а если спрашивать согласие, то есть, например, слушай, давай обсудим вот это, и человек, ну не, знаешь, я тут уже сильно устал сегодня, давай завтра, ну окей, давай завтра, и конфликта нету. Это реально помогает. Да, и во-вторых, оно помогает подготовить и настроить, то есть это уже не как гром среди ясного неба, человек уже понимает, что сейчас будет, это тоже помогает. Ну и примеры, значит, можно завтра, мне-то не всем нравятся объятия. Да, я, я, ну да, или опять же, пример, который все время дают на всяких ивентах для начинающих посетителей конвента, потому что плюшку не стоит сразу тискать, плюшке может быть там плохо, плюшка может направляться в холодильник куда-нибудь срочно, но сначала сделать какой-то жест объятия. И если плюшка в состоянии, то плюшка это принимает, и все, 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 все. Да, соответственно, тоже такой кучистый пример. Ну да, право обсуждения уже говорил. Ну и даже вот в таких вот случаях можно сказать, что мне в тебе нравится. Даже в таких случаях оно тоже немножко полагает и позволяет избежать неловких ситуаций. Конечно, есть некоторые границы для вопросов, особенно к незнакомцам. Хоть и это, конечно, лучше, чем если мы в этой ситуации пришли сразу действовать. Следующая транзакция — это предоставление поглаживания, то есть предложение искреннего выражения симпатии. Неискреннее, сбиваясь толпу и низкокачественно по своему действию. Это не помогает в разблочке эмоций. Говорить что-то хорошее из приличия тоже не помогает. Кроме того, что я не приводил в себе в книге примеры, то как можно даже запутаться в том, что тебе на самом деле нравится, а в том, что ты говоришь просто потому, что нужно говорить. Людям хорошая вещь. Да, вот. А это не помогает. Следующая транзакция — это просьба о поглаживании. То есть о том, чего нам не хватает. Иногда тоже, когда другое существо готово и хочет себя чем-то порадовать. Поскольку у нас есть некоторая сложность из телепатий, то будет сложно понять, что именно ты хочешь. Естественно, такие просьбы, они помогают. Опять же, есть смысл в изготовлении, потому что тебе отказывают. То есть это тоже вполне реалистичная. Следующая транзакция — это принятие поглаживания, которое хотите. Иногда может быть сложно принять поглаживание, которое реально всплотает. Ребён в ногами, потом всплоти. И, например, внутренний критик может нам заявить о том, что нам, так он говорят, только из вежливости, что есть в этом духе. Или ты недостоин, что есть в этом духе, да. И может в этом ошибиться. Другой может говорить, что ты успею. Зависит от конкретной ситуации. Конечно, гораздо проще, когда творится другое, понимаете. Есть действительно сложные операции. В то же время наше поглаживание тоже могут не принять. Если нам показалось, что наше поглаживание не приняли, ну то есть, мы там что-то сделали вроде как приятный человек. Полу-холодно сдержанно реагировал. Можно явно спросить, приняли ли то, что вы вам сказали. Если не приняли, то можно ненавязчиво поспрашивать о причинах. Может, получится разобраться. Можно также сказать, что действительно имели в виду то, что имели в виду. В некоторых случаях тоже помогает. Четвёртая транзакция. Отказ в нежеланном поглаживании. Спасибо на нет. Штейнер приводит из себя аналогию с несвежей питью. Несвежей пищей и сильным чувством голода. Что когда очень сильно голоден, мы можем притянуть даже на несвежую и испорченную еду. И также есть поглаживание, поскольку в них потребность существует. Если мы их не получаем, потребность у нас никуда не девается. И может возникнуть искушение принять даже те поглаживания, которые нам неприятны. Есть выставы разбираться. Нужно нам поглаживание или нет. Если мы их реально негативно нам не нужны, то они стеснятся отказывать. Есть более очевидные примеры, вроде нежелательного подката. Есть и значительные мнения. Например, когда делают комплименты, одно единственное черте человека. А на остальные вбывания не обращают. На какие-то области, которых реально не хватает. В такой ситуации можно мягко это объяснить. И спросить. Нет ничего не действительно хорошего о желальной области для поглаживания. Например, Тайнер привыкнет к примеру с талантливой девушкой, которая недавно получила повышение по работе. И оно для нее значимо. И сильно хотел, чтобы хоть кто-нибудь это заметил. А на очеринке это игнорили, иногда только давая комплименты внешности. Но она объяснила, и ситуация разродилась. И пятый пункт. Предоставление поглаживания себе. Очень забавная штуковина. На самом деле, просто признание своих положительных черт. Здоровая любовь к себе. Не всегда есть те, кто готов предоставить желанное поглаживание. И есть смысл признавать себе положительные черты, самому тоже. Это не только приятно, но и помогает получать то, что не хватает. Но и не терроризует у другого критика. У этого есть определенный ресурс. То есть без внешних поглаживаний все равно у этого ограниченный ресурс. Но это в некоторых ситуациях значительно лучше, чем ничего. Да, например, как кто-то приготовил еду и попросил. На мой взгляд, курица получилась отлично. Ну да, то есть никаких тут сильно самохладебных нацистических вещей не говорил. Просто признаем, что понравилось. Понравилось, понравилось, что искренне хорошо радует. Таким образом, куриенция. Поскольку у нас тут спокойная, расслабленная, жизнерадостная атмосфера, в которой можно просто быть собой, есть как минимум один общий интерес, что уменьшает границы между участниками. Это помогает находить поводы для взаимодействия, которых по жизни не хватает. А это помогает устранить последствия старых эмоциональных проблем. То есть обладает эмоционально-речебным действием. И это исключительно, почему куриенция так действует. А дальше сказка о пушистиков. Правда, очень кратных. Варианты, которые я бы выназал вначале. Еще очень забавное пересечение между Тюрештайнера и пушистой сего. Своего рода. Жизнь были люди. Кажется, давай была... Да, это очень краткий пересказ. Это можно все легко загуглить, но есть. Жили были люди, и у каждого была сумка, запустив руку в которую, можно было достать теплого пушистика. И, например, дать кому-нибудь, кому этого хотелось. Более того, сколько раз они доставали оттуда теплого пушистика, каждый раз там оказывался еще один. Эй, почему он появился? Ха-ха-ха! Хуй! Лаги-лаги! Все хорошо. И все было хорошо, пока кому-то не пришла в голову мысль, но если я буду раздавать все пушистикам, они же закончатся! И он стал раздавать их все реже, пробуя экономить теплых пушистиков только для самых значимых людей в его жизни. Вот только возникла проблема, что однажды он обнаружил, что пушистики у него в сумке закончились. И такая мысль, она приходила многим. И многие столкнулись с такой проблемой. И поскольку без теплых пушистиков люди усыхали и умирают, для тех, у кого закончили теплые пушистики, попробовали дойти замену. Холодные колючки очень легко достать, и были очень дешевы. Вот только если ими обмениваться, то становилось холодно, колко и неуютно. А другая альтернатива — искусственные пушистики. Хоть вроде как и выглядели пушистыми снаружи, но эффект от них удивительно напоминал. Эффект от холодных колючек. Оказались люди, которые решили все равно развивать теплых пушистиков тем, кому они нужны. И когда кому-нибудь нужен был теплый пушистик, они всегда могли найти его у себя в сумке. Рядом с ними было тепло и хорошо, и пример оказался заразительным. И в наших силах спросить, не хватает ли кому-нибудь теплых пушистиков. И поделиться ими, сделав мир чуточку теплее. Сегодня мы рассмотрели начало работы над эмоциональной грамотностью. Больше и подробнее можно почитать книги Энштейнера. У него несколько книг. Это последнее. С обобщением всего предыдущего опыта. Энштейнер сам выкладывал свои книги в общий доступ, и легко довольно-таки нашлась подъемка с оригиналом. Также есть перевод, который как минимум, перевод на русский, который как минимум в Украине и России можно отлить. На хребуске есть? Не знаю. На самом деле, это не очень известная книга. То есть, другие книги Энштейнера про сценарий жизни людей, они даже в обычных книжных встречах встречаются. А это что-то мало где. В общем, короче, да, если кому-то надо, можете запоткать. Или потом подойти с пирсом. Если не надо, то окей. Он транзактный аналитик или просто как он занимает обшор? А это довольно-таки интересный вопрос, потому что они развивали транзактный анализ с Берном вместе. С определенного момента, то есть, он встретился с Берном, и после этого он начал регулярно посещать его встречи. Постепенно он понял, что его этот жизненный опыт с Хогевиков отлично можно представить на основе транзакций. И, собственно говоря, он получил две премии от Международной ассоциации транзактного анализа. То есть, он в нем существенный вклад. Да, это транзакция, конкретная такая транзакция. Ну, то есть, да, в заявлении вкладываем. Ну, там, где Ильвен, где процент. Еще есть вопросы? Твои вопросы я боюсь больше всего, потому что ты разбираешься в том, что говоришь. Нет. Ну, во-первых, огромное спасибо за это, было действительно интересно. И досутным языком того, что на самом деле, теория транзакции, она как бы, ну, не считается такой простой, что можно прямо взять и рассказать, чтобы понятно было. Вот за это действительно спасибо огромное. А вот я просто хочу выкрутить на первый вопрос. Там градация была сначала невербальные поглаживания, потом вербальные, а потом уже физические. Просто вас смутило то, что вот с 7-м человеком было. Это было для прикола. То есть, на первом уровне просто, то ты мимо пройдешь, ты мимо пройдешь и улыбнешься. Так вот, ну, вот так вот, мимо. Вот, а на втором уровне ты пройдешь и скажешь, ой, привет, как дела? И тут самое важное, это дослушать ответ, как у человека дела. Но если он будет долго говорить, то можно не слушать. Поэтому, как в Европе, знакомый рассказывает. Знакомый рассказывает, ой, хауаи, и пошли. Он говорит, я-то еще ему не рассказал, куда пошли. Я сам все прекрасно сказал. А третий тоже может говорить, ой, привет, привет, вы как-то... Вот, то есть, уже непосредственно тактильные контакты производишь. Стоп, не пусты. Вот, а так, прямо давайте поаплодируем, что-нибудь. Спасибо. На самом деле, да, я несколько переживал под этим, под этим, под этим, и учитывая, что это мой первый год. Ну, да. Так что, так там у нас все. Хорошей реакции, у тебя хватит впечатлений. Спасибо. Спасибо. И радостно.